Культуру в массы. Новые программы бакалавриата в Казанском Федеральном Университете. Женщины-правительницы государств. Сбербанк, не умирай! Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Александр Фирсов. Завершился второй этап приема заявок в конкурсе «Студенческий стартап». На него поступило более 1800 проектов. Глава Минобранауки России Валерий Фальков заявил, что большинство заявок из Казанского Федерального Университета. Поучаствовать собрались аж 120 желающих. В ближайшее время начнется экспертиза проектов. После этого участникам предстоит защитить бизнес-идеи перед экспертным жюри. Победители должны будут заключить договор с Фондом Содействия и Инновациям и основать собственное предприятие для реализации стартап-проекта. Каждый триумфатор получит 1 миллион рублей на реализацию своего бизнес-проекта. Казанский Федеральный Университет открывает программы бакалавриата по музыке и изобразительному искусству с дополнительным изучением английского языка. Подробнее о программах расскажет наш корреспондент. Впервые в Казанском Федеральном Университете на базе Института филологии и межкультурной коммуникации осуществляется набор по двум профилям подготовки. Один из них – изобразительное искусство и иностранный язык. Эта программа направлена на подготовку специалистов, имеющих знания, умения, навыки в области изобразительного искусства. В сфере изучения фонетики, лексики, грамматики английского языка, умеющих работать с онлайн-ресурсами. Программа рассматривает изучение дисциплин по изобразительному искусству, по рисунку, по живописи, композиции, компьютерной графики, истории и теории искусства, а также углубленного изучения английского языка и, соответственно, изучения татарского языка. В будущем выпускники программы смогут работать учителями изобразительного искусства, технологии черчения английского языка. Студенты, которые выберут профиль музыка и иностранный английский язык, смогут быть учителями музыки в общеобразовательной школе, а также преподавателями различных музыкальных дисциплин в школах искусств, поскольку программа предполагает комплексную подготовку в данной предметной области. Практики по данной программе будут проводиться как в институте филологии, так и планируются практики в школах, в полилингвальных школах, соответственно, в школах искусств, также в дошкольных учебных заведениях и в системе дополнительного образования. Отметим, что реализация данных программ осуществляется Институтом филологии и межкультурной коммуникации в рамках государственной программы подготовки национальных педагогических кадров. Елизавета Никитина, Универньюз. Индия во второй раз в истории страны избрала президентом женщину. О власти женского пола и истории успеха Драупади Мурму смотрите в сюжете. Испокон веков власть была прерогативой мужчин. Роль женщины ограничивалась исключительно династическим браком и рождением здоровых, крепких наследников. Однако борьба за возможность воспринимать женщин серьезно, успешно отразилась в настоящем времени. И теперь женщины порой правят своими государствами гораздо лучше, чем мужчины. Демократическая парламентская республика Индии является одним из ярких примеров, где к власти поступательно, но верно пришли женщины. Так, в недавних президентских выборах победу одержала кандидата от Национального демократического альянса Драупади Мурму. Таким образом, женщина стала главой государства во второй раз в истории страны. Мурму принесет присягу 25 июля. За день до этого закончится срок полномочий действующего президента Рама Надха Ковинда. Если брать, конечно, индийскую традицию, то женщины в индийской политике присутствуют исторически. Можно вспомнить знаменитый премьер-министр Индии, Инди-Уганди, которая вообще считается одним из самых крупных индийских деятелей, одна из самых крупных, выдающихся премьер-министров Индии. И поэтому, с моей точки зрения, здесь как бы большого удивления нет, потому что в Индии, в принципе, действительно женщины-политики имеют возможность реализовывать себя. Выдвинутая на пост президента Драупади Мурму стала самым народным главой государства в истории независимой Индии. Она происходит из небольшого малоизвестного племени санталов, исторически принадлежавших к социальным низам. Индийский политик посвятил свою жизнь служению обществу и расширению прав и возможностей бедных, угнетенных и маргинализированных. Большим плюсом для ее карьеры стал богатый административный опыт, в том числе в качестве выдающегося губернатора. Ее лозунги, они как раз направлены на повышение различного рода социальных гарантий, на развитие бесплатной медицины, на развитие бедных сел и общин. То есть, та программа, которая говорит о том, что государство должно в первую очередь помогать и заботиться вот этим самым низам. То есть, вот такая социально ориентированная программа государственной политики. Что касается политических отношений ранее упомянутого государства с другими странами, то отношения между Россией и Индией развиваются очень прогрессивно. Индия обозначена как одно из стратегических направлений внешней политики России. К тому же, в свете последних нестабильных отношений в мире, Индия остается для России надежным партнером. Карина Саяхова, Универньюс. Массовый сбой приложения Сбербанк Онлайн. С чем связан данный выход из строя, постарались разобраться в сюжете. В Российской Федерации произошел массовый сбой в работе банковского приложения Сбербанк Онлайн. Пользователи в течение нескольких часов жаловались на его недоступность. С чем связан данный казус, постарался проанализировать директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского Федерального Университета Михаил Абрамский. Касательно того, что могло вызвать этот сбой, причин может быть очень много. В целом Сбербанк – это большая IT-экосистема. И когда какая-то большая IT-экосистема входит в какой-то сложный промежуток, то, в принципе, совершается большая работа по доработке какого-то функционала. И в связи с этим вполне может быть, что можно ошибиться и вывести сервис из строя просто, скажем так, из-за ошибки разработки. По словам эксперта, Сбербанк попадает под новый пакет санкций, вследствие чего, возможно, внутри Сбербанка проводится определенная работа по оптимизации, распределению и доработке функционала. Также велика вероятность, что IT-экосистема на такое жесткое изменение может отреагировать данным сбоем. Но возникает другой вопрос. Стоит ли пользователям беспокоиться за безопасность денежных средств? Волноваться за свои финансы гражданам точно не стоит, так как в банках есть очень комплексная система защиты информации касательно денег. И если бы было какое-либо вмешательство в систему, то пользовательские данные точно не могли пропасть. Амир Ахтямов, Универньюз. Аномальная жара накрывает страны Западной Европы. Доберется ли такая погода до центральной России, узнаете в сюжете Алины Красильниковой. Страны Западной Европы переживают аномальную жару. В Великобритании, где впервые в истории объявили чрезвычайную ситуацию из-за погоды, зафиксировали самую высокую температуру с момента начала метеонаблюдений. Она составила 40 градусов. Аналогичная погода во Франции, в Швейцарии, Австрии, Италии и Испании. В Испании аномальные температуры провоцируют мощные лесные пожары. Местами температура воздуха достигла 43 градуса. В стране как минимум 510 человек погибло от перегрева. Дело в том, что над европейским регионом установилась обширная область высокого давления, которая разгоняет облака. И под действием инсоляции активного солнца в настоящее время, в летнее время, действительно температуры близки к рекордным. По словам эксперта, погода в центральной России изменится из-за приближения от торга высокого давления с запада. На республике Татарстан это отразится особым образом, поскольку она находится восточнее. Кроме того, уже сейчас на Казанцев начало оказывать влияние поле повышенного давления. Как следствие, в ближайшие два дня столбики термометра днем приблизятся к 30 градусной отметке. В ближайшие дни, несмотря на то, что мы находимся в передней части указанного антициклона, и у нас северные потоки, то есть воздух движется с севера на юг, но тем не менее он приносит к нам, мало того, что сам по себе воздух теплый, кроме того, преобладание малооблачной или безоблачной погоды дает нам действительно такие высокие температуры. В то же время отсутствие облаков в дневное время даст хороший суточный ход, то есть температуры воздуха будут понижаться до значений 17-18 градусов. Несмотря на то, что лето действительно пришло позднее обычного, аграрии в России во время уборочной кампании уже преодолели отметку в 30 миллионов тонн зерна. Урожайность по сравнению с прошлым годом заметно выше. Сейчас она в среднем составляет 41,7 центнера с гектара. В 2021 году было 33,3 центнера с гектара. Согласно официальным прогнозам властей Российской Федерации, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе и рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы. Для уборочной кампании хороша умеренно теплая и сухая погода, так как для уборки зерна желательно, чтобы влажность убираемого зерна составляла около 14%. Нарушить такой режим может следующий пришедший циклон. В таком случае аграрии выбирают момент самый удобный для урожая. Говоря о благоприятствовании нынешнего режима циркуляции, важно отметить, что атмосфера не статична, не формируются условия блокирования, когда на определенной территории устанавливается какое-то одно барическое образование, например, антициклон. Согласно долгосрочным прогнозам гидромедцентра Российской Федерации, август обещает быть близким к климатической норме по температуре. Это в среднем 18,5 градусов. А также, по актуальным данным, сентябрь будет чуть выше обычного температурного режима. Приблизительно 15 градусов. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Миноборнауки Российской Федерации определила финалистов седьмого всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. В число лучших попали и 10 обучающихся Казанского федерального университета. Аспирант Института социально-философских наук и массовой коммуникации Михаил Хорт вышел финал конкурса, который пройдет в Новосибирском государственном техническом университете с 23 по 26 августа. Конкурс проходит в рамках Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего. Наука молодых». На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok